Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Ещё отвечу на один вопрос посетительницы нашего канала, которая написала его в очень длинной форме, описав, как она до 33 лет не собиралась выходить, не хотела жить ни с кем без регистрации брака, а её никто не хотел замуж брать. И тогда мать в конечном итоге в 33 года ей пригрозила, что если она замуж не выйдет, то она её взяла прямо нож, говорит, я тебя зарежу, я тебя выгоню из дома. И она якобы под этим воздействием ушла из дома и с кем-то сразу забеременела. Но так как он ещё не зарегистрировался с ней в браке, то, в общем, приняли все решения, что она должна сделать аборт. И он не захотел её брать в жёны, выгнал её через два дня. И мать сказала, не надо мне такого ребёнка тобой нагулину. В общем, она сделала аборт. Ну, а потом ещё раз повторилось. Там есть этот комментарий. И теперь у неё есть брак, и достаточно многолетний. Она ходит в храм вместе с мужем, но детей у неё нет. И вот она спрашивает, что же мне делать, как мне быть, как мне добиться, чтобы Господь меня простил, потому что если он простит меня, то он даст мне ребёнка. А раз у меня ребёнка нет, значит, он меня не прощает. И здесь ответ на самом деле очень сложный. То есть вот вся эта история с тем, что я до 33-х лет не жила, потом вот то с одним, то с другим, то с третьим пожила, сделала два аборта, она настолько тяжёлая для души и для памяти человека, что вот если я сейчас просто отвечу, вот сделай вот это, то ничего не произойдёт. Поскольку за тем, что я скажу, нужно достаточно много времени, действий и, может быть, даже лет, а главное, душевных усилий, а неизвестно остались ли эти усилия у человека, возможности этих усилий, и сознании неизвестно, осталось ли оно такое, которое может эти усилия сделать. Поэтому отвечать на этот вопрос, как всегда, я говорю, очень непросто, и для того, чтобы тем более преодолеть всё, а что произошло у неё? У неё произошло два убийства. Два убийства. То есть действительно были аборты. Некоторые считают, что вот она там написала, что очень в раннем я вот сделал там 14 недель, что ли, или ещё что-то. Некоторые говорят, нет, это ещё не убийство надо вот. Ну, это не так. Она-то осознаёт их как убийство, а значит, это и есть убийство. То есть у неё в голове это убийство находится. И поэтому первое, что нужно бы, это избавиться от этих убийств в голове. А для этого нужно было покаяние. А покаяние должно было быть вот с самого, можно так сказать, начала, как это всё произошло. Потому что вот до какого степени мы должны каяться в грехе? Ведь указано во всех святых книгах до забвения, до того, чтобы забыла. Поэтому раньше женщинам ставили предел 25 лет после аборта. Вот такого искусственного аборта. Ей можно было причащаться. То есть раньше каноны не считали, что она может раньше. Нет, как раньше. Они и сейчас существуют. Это вот по уставу там, или теперь священники на себя берут такую обязанность. Прочитал молитву к разрешителю? Ну иди, давай я тебя буду причащать. А она забыла, что она убийца? Я проверял. То есть я однажды там, скажем, не согласился причащать. Сказал, через год буду. А она на меня пожаловалась епархию. Я ей сказал, годик потерпи, а она пожаловалась. Меня вызвали в епархию. Говорят, ну как так? Мы все разрешаем, а ты почему решил не разрешить? Я говорю, ну вот каноны-то вот так вот говорят, что не полагается причащать так быстро. Ну, теперь все по-другому. Теперь время изменилось и все остальное. Разговаривал со мной, кстати, не архиепископ, а Зосима был там такой, которого сейчас с Сана лишили. Так вот, до забвения, до забвения нужно, то есть до забытия каяться в грехе. А это вот, я говорю по канону, 25 лет. Может она теперь 25 лет потратить на то, чтобы забыть? Нет. Это раз. Второе. Во всем вопросе есть оправдание себе. То есть она вроде считает, что грех-то совершила, а при этом оправдывает. Вот мать меня заставила. Вот он сразу, значит, сделал мне ребенка. Вот они не захотели, чтобы я родила. Вот врачи сказали, что очень маленький пока плод, давай попозже созреет, придешь, врачи мне сделали. То есть я не вижу у нее покаяния в ее рассуждениях. То есть она во всем винит мать, тех, кто ее забрюхатил, так называемой. Хотя говорит, что да, наверное, это грех. А не приняла ты пока, как грех вот это, свое поведение. Пока кто-то виноват в этом грехе. Тогда, может быть, и не кается. Тогда, в чем тут тогда проблема? Ты не виноват, это все насильно. Это все равно, что тебя, получается, изнасиловали. У нас же вот считает, что если от изнасилования такое произошло, то надо к этому лояльно относиться. Ну вот, вот вторая ошибка. Это вторая ошибка, которая, значит, третья ошибка в чем? Бог еще виноват, оказывается. Он за то, что она так сделала, не дает ей детей. Ну нет, ну не совсем она его виновата. Она ставит как условие, что вот если я действительно покаюсь правильно, то он мне даст детей. Может, даст. Я ничего не могу сказать. Вот, Господь, чудеса всякие. Даже мы с вами помним, кто родил Марию, кто, в общем, как Мария родила. Вот, мы это все помним. Господь готов на чудеса. Но, к сожалению, у нас есть тело. И большая проблема, что мы сами тело иногда портим. И Бог тут ни при чем. Если вы сейчас отрубите себе руку, а будете молиться, Господи, прости, что я это сделал, верни мне руку, то законы есть, которые Господь установил, законы природы. И чудо это совершается только для того, чтобы тот, кто это получил, после послужил Господу, я вам рассказывал это, как там больной, слепой зрение получил, вопреки законам. Но это сам Бог давал ради веры, ради того, чтобы христианство. А здесь, с какой стати, если повреждена была там матка во время этих абортов, Бог даст опять, Он предупреждал, все знают, что если я буду делать аборты, то как минимум у меня или будет поврежденность, и следующие дети будут не совсем такие, как нужно, как хотелось бы. Либо их не будет вообще. Она что, не слышала об этом? Я думаю, что слышала. Поэтому здесь, к сожалению, не просто грех произошел, а произошел еще и грех себя порчения, я бы так сказал. То есть, тело, которое дано Господом как раз для деторождения, для труда, для служения Господу, было повреждено. И это вот третий грех, который уже надеется на то, что ты покаешься, и он будет возвращен. Нельзя. Правда, она там пишет, я не хочу эко. А чье эко? Кто бесплодный? Если муж бесплодный, то при чем тут твои грехи? То есть, видите, сколько вопросов. И все эти вопросы, они решаемы только в длительном исследовании. Если вот она пойдет сейчас рожать, захочет через врачей, врачи ей несколько анализов сделают, много приемов сделают, всяких, значит, этих, наделают уколов там или значит, еще чего-то. У меня дочь очень хорошо с этим справляется. Вот прямо к ней приходят бесплодные, казалось бы, но она какие-то там им анализы назначает, она какие-то потом витамины назначает, какие-то рекомендации дают. И не только рожают, но она их еще и сопровождает всю эту беременность, рожает здоровых, хороших детей. Вот много лет. Вот чудо вот такое совершает. Но это чудо должно быть совместимо с научными знаниями и с конкретными пониманиями. Поэтому духовное, если что-то от меня требуется, то надо покаяться до забвения. Что я делала, но в общем все прошло уже. чтобы радость появилась внутри. Потому что любой ребенок будет недостаточно полноценным, если рожать его не в радости. Это опять у дочери можете моей спросить. Вот. Но тем более нельзя надеяться на чудо. Чудо надо заслужить. Ставить такое условие, что я покаюсь и мне Бог даст ребенка, перед Богом нельзя. он может дать что-то другое. Вот. Но тем не менее я считаю, вот некоторые считают, что ЭКО это какое-то неправильное зачатие, грешное зачатие. Очень некоторые крайне негативно к этому относятся. Ну, религиозные такие, верующие, супер верующие, так мы их назовем. Я считаю, что нет, что можно и КАКО прибегнуть. Потому что любое рождение ребенка, оно от Бога. То есть Бог дает это рождение. Хотя сейчас очень много у нас таких уже детей. В мире, по-моему, в год уже 3 миллиона таких детей. Если не больше. И у нас уже в стране все время больше и больше. Поэтому относиться к ним нужно уже нормально. По крайней мере, крестят их. И если не скажут батюшке, что он и КАКО, никто даже внимания не обратит. Ребенок как ребенок. Потому что он плод Бога, можно так сказать, человека. Поэтому, дорогая моя, хорошенечко поисповедайся, хорошенечко причастись и послушай. Может быть, врачей надо послушать, что давай сделаем ЭКО. Пока есть время, до скольких лет сейчас можно ЭКО рожать, или по крайней мере полноценный ребенок. До 50, по-моему. Надо это сделать, потому что прожить жизнь впустую, получается, ты всегда была просто как кукла для секса, и сейчас живешь с мужем точно так же. Вот это самый большой грех будет, если умрешь. Если нет в конечном итоге, ничего с собой. Возьмите ребенка на воспитании. Брошенных сколько детей? Возьмите двух, трех. Они все тебя будут называть мамой. И считать будут тебя мамой. И ты их вырастешь как мама. И это очень хорошо. Это тоже очень полезное дело. Поэтому желаю тебе мое хорошее здоровье, духовного прежде всего. Во-вторых, твоего ребенка, и даже если через ЭКО, пусть он будет. Ну, а в-третьих, того, который тебя мамой назовет. Пусть у тебя будут такие дети. Аминь. ЭКОМ ЭКОМ Продолжение следует...